Всем привет! С вами Анна Утешева. У меня вот такой маленький конвертик из бабушкиного квадрата. Хочу вам показать, что у меня в нем лежит. А лежит у меня в нем вот такая вот маленькая куколка, которую я заказала на Алиэкспресс для дочки. Ну и для себя, естественно, для фотографий с большими куколками. Очень она забавно смотрится, кажется, как будто она либо маленькая игрушка, либо сестренка. Купила я ее всего за 195 рублей. Доставка тоже была быстрой. Заказывала я ее, думая, что она у меня будет моделькой. Но, к сожалению, в описании, либо не написано, либо я бы такая невнимательная, не указали, что одежда у нее приклеена. Приклеена намертво. Единственное, что у нее снимается, это повязочка для волос. Если ее снять, вот такая вот девочка будет. Она уже немножко у нас поистрепалась, дочка ей активно играет, она ей очень понравилась. Повязочка сшита неплохо, но строчки не совсем ровные, но да ладно, в принципе. Главное, что смотрится хорошо на куколке. Прошивка. Ну, лысоватая, естественно, но эта игрушка задумывалась производителями скорее как брелок, потому что здесь и колечко, и карабинчик удобно цепляется к детской сумочке, дочка с ней уходит. Для куколки я связала вот такой конвертик, с чего началось у нас видео, да, сегодняшнее. Это простой бабушкин квадрат с цветком в центре на YouTube канале, у меня есть это видео. Ссылку я вам на него оставлю в описании, если будете делать такой же. Его задумка была изначально такая, чтобы куколку можно было в него укладывать спать. В планах еще сделать небольшую подушечку вот сюда, чтобы у куколки была своя кроватка, одеялка ей не нужна, потому что конвертик ее полностью скрывает тельце. Дочке играть удобно, можно спокойно брать на руки, качать и делать все, что угодно. Ростик у куклы 12 сантиметров. Глазки, вот показываю, не совсем ровно вставлены, но у производителя на картинках были именно такие. То есть это браком я не считаю, потому что производитель, продавец заранее предупредил, выложив фотографии вот в таком именно состоянии. Куколки там были разные, костюмчики разные, у нас девочка-морковка, даже не знаю, как ее назвать. Имя мы пока ей не придумали. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, пожалуйста, пишите их в комментариях. Будем очень рады и в конечном итоге сообщим обязательно, какое имя мы с дочкой выбрали. Единственный вот еще не совсем приятный момент, не совсем качественный. Одежда приклеена, но не ровно подрезана. Вот видите, не совсем приятно, хотя в принципе особо-то и не заметно. Но вот если берешь и рассматриваешь более детально, то заметно. Главное, у нее шевелятся ручки, поворачивается голова. Но сидеть она в этой своей приклеенной одежде не может. Хотя ножки подвижные, чувствуется, что они двигаются. Но приклеенная клеем одежда не дает куколке согнуть ножки. Это минус. На Алиэкспресс есть такие же куколки, такого же плана, такого же роста, со снимающейся одеждой в комбинезончиках. В планах у меня такую куколку заказать, благо скоро у меня день рождения. Появится больше свободных срез для нашего хобби с дочкой. Будем заказывать, будем ждать. Пишите в комментариях, есть ли у вас такие куколки. Понравилась ли вам эта девчушка-озорница с высунутым немножечко язычком, как будто напакостила. А также подписывайтесь на канал, если вы еще не со мной. Впереди много интересного из мира вязания и кукол. До новых встреч! Пока-пока!